Торжественные шествия и праздничные митинги прошли не только под российскими знаменами. Наряду с ними гордорели и флаги народов, проживающих на территории полуострова. Но с особым размахом государственный праздник отметили там, где очень хорошо знают вкус победы. О Дне Народного Единства в Севастополе и Керчи расскажет Екатерина Сабинина. Грандиозно, торжественно и празднично именно так прошел День Народного Единства в Севастополе. Жители и гости города русской славы собрались на площади Нахимова. Оттуда началось массовое шествие. По предварительным данным на центральных улицах города-героя было не меньше 50 тысяч человек. В национальных костюмах с цветами, воздушными шарами, флагами и транспарантами, призывающими к единению всех народов, севастопольцы вместе отмечали главный государственный праздник страны. Это не политическая акция. Это просто, наверное, порыв души. Мы должны быть едины. Если мы едины, мы всегда непобедимы. Даже в украинские времена праздники российские, которые были, всегда отмечались, независимо от того, какое давление оказывалось. Поэтому Севастополь, он не только исторический, легендарный город, но он еще город со своими традициями, со своим духом. В городе Герой Керчь народные гуляния ничуть не уступали размаху крымской столицы и Севастополя. Торжественный митинг, ярмарка и выступления местных творческих коллективов. Несмотря на то, что 4 ноября в Керчи объявили сухой закон в местах празднования, публика разогрелась не на шутку. Люди говорят, здесь пьянит дух патриотизма и осознание того, что российский Крым действительно един. К тому же 4 ноября еще один великий церковный праздник. Казанские иконы Божьей Матери, которые празднуются тоже сегодня же. Ну что пожелать россиянам? Благополучия, благополучия, удачи во всех их делах и начинаниях. Народное единение – залог могущества и процветания России, Крыма и нашей Керчи. Мы с вами живем в самом древнем городе России, в Керчи, в вечном, многонациональном городе, в городе-герое. Национальные общины жили и живут по своим заповедям, но свято чтут главную – жить в мире и согласии, в дружбе и взаимопомощи. Эту взаимопомощь и дружбу очень хорошо продемонстрировали творческие коллективы. Под традиционную русскую калинку лихо отплясывали представители всех народов Крыма. Екатерина Сабинина, Анатолий Кукса, Олег Черемисов. Время новостей.